Так, ты на варусе. Так, чё по рунам? Подожди, у тебя дабл АД зато? А, нет. Д10 АД с Дуран Блэйда. Непривычный вид Д10 АД. С триумфом, чем играешь? Я не знаю, триумф там под вопросом, потому что у тебя... Так, подожди, во-первых, АДшники не играют с Алакрити. Я думаю, даже на варусе ты не играешь с Алакрити. Если ты атак спид варус, ты всегда играешь с лайфстилом. Он тебе даёт ещё и ХП, даёт тебе дополнительный скейл. Коб Де Грейс. Я думаю, здесь хуже, чем антитанк. Тут три танка против тебя, как минимум. Может быть, и Казих с Брузню бы пошёл. Триумф. Я думаю, что хуйня на АД Керри тоже. Тем более, ты не какой-то улын АД Керри. Ты АД Керри, который с позиции стреляет. Вместо триумфа ты можешь либо на линию брать ману, либо на... Либо брать сустейнчик. Оверхилл. Тейст оф Блайт нормальная тема, Трежер Хантер. Ну, не знаю, Трежер Хантер и Болл Коллект. Ну, там, короче, много вариантов. Можно взять вообще стаки чего-то, стаки этих вардов, стаки айтемов. Но ты айтемы активные не покупаешь, да, за варусом? Ты, я так понимаю, будешь атакспида айтемоварусом здесь, правильно? То есть ты, наверное, играешь Кракен... Кракен Гуинза? Кракен Гуинза Виценто твой билл должен быть с атакспид ботиночками. Высин Трой слабее, Трежер Хантер, Джина с первых левелов. То есть вам нужно очень аккуратно играть, если кто-то из вас подойдёт на флей. Тот сдохнет. Тут ты зря так бегаешь туда-сюда. Тут всегда ты должен стоять на краешке и готовым быть уходить за этот угол, если кого-то увидишь. Потому что иначе тебе просто трэш подойдёт, флейнет. Если тебя увидят, то ты умрёшь. Потратил вардик, чтобы там не стоял, но поздновато немного. Блин, тут на самом деле вас могли очень жёстко затрейдить из любого куста, вы очень опасно бегаете. Тут где угодно, в любом из этих двух кустов стоял трэш. Вас просто выходит, трэш даёт автоатаку флей. Ты теряешь пол хп. Ну, любой из вас теряет пол хп. Ты подходил близко, ты теряешь пол хп. Почти на халяву. Там разменяешь сто хп саппорта, у которого поток просто больше. Можно попытаться взять второй левел прио. Но, судя по всему, ты не хочешь, да? Не хочешь пытаться. Когда нужно суперосторожно на втором левеле трэша играть. Суперосторожно на втором левеле трэша. Вот здесь вы должны просто, не знаю, бежать, блять, от него были. Не знаю, трэш тут гига зафейлил. Он мог просто флэш флейгнайт тебе сдать. Он пошёл помогать команде. Если он сдаёт тебе флэш флейгнайт, ты либо умираешь, либо отдаёшь флэш хилл, и всё равно на лоу хп стоишь. То есть там под второй левел оппонентов очень аккуратно надо играть. Когда у них чемпионы сильнее. Уважать второй левел опасных персонажей, когда у тебя слабый. Я вообще ноль вижена. Ноль вижена. У вас скоро третий левел. Кстати, раньше, чем трэш возьмёте третий. С третьего левела у вас уже всё. А, Синдра проебала экспу. У неё же QE, правильно? Да, у неё QE хотя бы. Хорошо похилил, хотя надо было чуть раньше ещё хилить. Слышаешь, добиваешь. Можно подоубить и этого чела. Бля. Джин умирал, если ты в него попадёшь. Тут не надо было торопиться. Не надо было торопиться. Догнать ты его, мне кажется, АЕшкой догнал. По пачке она пушится в тебя. Тут вообще, тут очень трудный момент. Сделать так, чтобы эта пачка фризилась в твою сторону. И просто уйти на рекол. Скорее всего тебе нужно добить двух ренджей и рекольнуться. Прям суперфаст добить двух ренджей и рекольнуться. Тогда пачка будет... Примерно один рендж был добит твоей пачкой. Тут можно, конечно, остаться, но, блядь... Тут можно остаться, только если лесник потом тебе поможет допушить. Твой лесник в говне, он вообще бесполезный кейн. Надеяться на него не стоит. Стоит просто... У тебя сейчас сколько голды? У тебя 1300 голды. Стоит просто добить одного ренджа. По идее, оставшиеся 4-7 крипов не успеют убить 5. Просто рекольнуться на похуй сразу же моментально. Из базы рашить сюда. Враги не успеют допушить этот кэнон. А этот кэнон вейв не баунсится назад, если ты оставишь достаточных крипов. Ты решил и предпринимать такие действия. Но тебе очень важно как АДшнику научиться этому. Потому что часто вот такие ситуации случаются, где ты не можешь запушить вейв. Не можешь вейв даже привести в нейтральное положение. Если ты перепушишь, через чур много крипов, ты потеряешь очень много. То есть сейчас, если ты распушиваешь этих крипов и реколишься, ты теряешь целый вейв, если что. Ренджей убить, рекол. Всех нельзя там ренджей убивать. Если он сейчас реколится, он теряет фул этот пак. Это он не имеет права реколиться. Проблема без рекола. Хотя ты, блин, ты левел адвентедж полутал лютый. За счет этого ты можешь остаться. Ну, короче, остаться здесь простой плей. Но если бы у тебя было поменьше ресурсов, было бы критически знать. Критично было бы. Кстати, тут большую, огромную ошибку совершаешь. Тебе нужно допушить пачку. Ты эту пачку никак не допушишь до тавера. Соответственно, тебе нужно сделать так, чтобы следующая пачка подошла вот сюда. Чтобы она здесь застакалась с его следующей пачкой. Чтобы вот эти две пачки столкнулись вот здесь. Для этого тебе нужно как можно медленнее убивать этих крипов. Тебе их вообще нужно только лосхитить. Тогда твои крипы будут достаточно медленно убивать их. Пачка встанет где-то здесь. Тебе отсюда будет очень комфортно с преимуществом в пять крипов, один из которых катапульта, просто зашовить обычный вейв. Враги не смогут его фризить, потому что там кэнон и будет. Там будет кэнон, четыре рейнжа. Там будет кэнон, семь рейнжей и два, три милишника. Даже может быть четыре. Они просто не смогут это фризить никак. И ты до халявы бэкнешься. Поэтому тут критически важно не допушивать этот пак. Если ты его пушишь и пачка встает здесь, тебе уже супер опасно подходить. Там любой выход лесника и ты умираешь. Тебя даже могут два на два убить за то, что у тебя лоу ресурсы. За то, что ты так поставишь вейв. Всегда, когда ты хочешь допушить вейв, ты фризишь его на своей стороне. Ну, а тут ты теряешь фулл вейв. За то, что ты не зафризил вейв и не допушил, тут минус фулл вейв. Друстный атешник смотрит за тем, как его крипы погибают. Возможно, даже тут больше, чем фулл вейв будет. Потому что ты придешь, а они еще будут умирать. Если бы Джин не раз пушивал. А то получил минус фулл вейв. Чистый минус фулл вейв. Джин еще мог сделать так, что ты потеряешь одного или двух милишников. Одного скорее. И по-прежнему... И, кстати, если бы... Джин же знал, что ты реколешься. Он мог фулл зафризить. Его саппорт мог убить этот пинг. Ты без вижена, если пойдешь сюда допушивать без своего ебучего саппорта, к тебе придет лесник, убьет тебя здесь. Ты потеряешь еще три пачки крипов. За то, что ты сделал до этого. И это может... Вот просто то, что ты вот здесь не зафризил пачку, может тебе вылиться в минус 30-40 крипов экспы. Очень спокойно. И в плюс пару киллов врага. Один килл. Плюс один килл, минус 40 крипов тебе может вылиться. Просто один твой не допуш нормальный. Если бы ты там просто зафризил, ты бы организовал комфортный допуш. Вот сейчас бы в тебя пришла не одна пачка, а две, по сути. Когда ты вернулся с линии, с базы. Ладно, линия нормализовалась. Твоя задача сейчас получить просто шестой и заулынить врагов. Ты намного сильнее. Идешь помогать своему свину бесполезному. Правильно. Помог свину на минус половину ебальника. И уже опасно подходить. Бля, ты вообще бесстрашный. Ты вообще реально бесстрашный. Если здесь сидит трэш, ты умер. Гарантированный труп. Конечно, у тебя Сендрарон дом, но вообще тебе... Ебать. Блядь, а что эти челы делали? Вот можно вопрос? Ты все это время подходишь как абсолютно гриди свин. То есть, если они стоят здесь, ты умер. У тебя просто трэш выходит, где дает флейт и вздох. Они просто стоят в следующем кусту, как долбоебы. Из-за этого трэш боится попасть в хуком. Он ждет, ты апаешь уже шестой. Они выходят. Сидается хорошая ульта, и трэш погибает за хуёвый трап. И джин, кстати, тоже погибает. Мега наказание прилетает уродом. Трэш вообще не играет. Да, трэш странный. Трэш не запанишил вообще те моменты, которые мог запанишить. Очень пассивно катает. Да, тут тебе как можно аккуратнее надо просто добивать крипов. Когда ульта откэдэшится, ты можешь фаншотнуть вообще трэша, или джина, кого захочешь. Вот сейчас уже можно смотреть ульту спокойно. Должен стоять чуть поближе, чтобы тебе легче было попасть. То есть, твоя дофенсивная позиция за крипами, твоя агрессивная позиция где-то ближе ренжей. Стоишь ближе ренжей, любой, кто подходит, в него сдается твоя ульта. В ульту сдается сразу Ешка, или Кушка, что хочешь. Наверное, Ешка. В ульту сдается Ешка, три автоатаки, W, Q, и чел умирает. Или, подожди, а, кстати, я за Варуса точно не знаю. Если ты сдашь в ульту Кушку, три автоатаки Ешку, это откатит тебе Кушку саму? Если да, то, наверное, лучше так. Но вообще сейфовый вариант, наверное, Ешку просто три авто и W. За снайпить, чела. Слишком пассивно стоишь. То есть, стой чуть поближе. Когда тебе вот отсюда, если бы ты изначально позиционировался здесь, и просто стой тут и прикидывайся идиотом. Вначале, когда ты подойдешь туда, враги такие, типа, бля, что-то страшное. А когда ты там побегаешь, подрыгаешься туда-сюда, они такие, блин, вроде бы Варус долбоёб, подойду добивать крипов. И ты им хоп, Змеюгу в глаз кидаешь, она их кусает за жопу и всё. Примерно вот так, да. Синдра промазала станом ульту Варуса. Смотрим ещё раз момент. Важный момент. Так, кидается ульта Варуса. Это жёстко. Это жёстко. И он просто уехал. Не, ну это у тебя солидный. Солидного тиммейта система подкинула, как у меня прям сегодня. Очень солидный. Варт на фонарь трешак. Да, кстати, ты же можешь варт на фонарь треша, ты можешь пинг просто поставить на него. Враг скорее всего не нажмёт лантерн. Она флешнула, блять, от того, что её не убивала. Ой, пощадите. Так, тут Синдра просто отдаётся, ты сам зря подошёл. Да, у тебя тиммейт от умирает, ну, обязательно не идти с ним. Тебе из-за этого не хватило на кракен, что супер важно. Сколько тебе 700 голды не хватило на кракен? Мог бы вообще там просто постоять, почилить, увидеть, как чел умер, доформить три пачки, получить спокойно себе кракен, вернуться, трахнуть. Тут ты видишь, что чела на топе долбятся, можешь побить плашки немного. У тебя нет варда, у тебя есть пинг вард, кстати, ты можешь его поставить. Ты веришь, что там есть вард вражеский? На топе сколько? Три человека? Я там два человека, и Сайлос пришёл к вам, так что хорошо, вы аккуратно сыграли. Я потерял... потерял людей на карте. Так, чё у тебя тут? Кракен есть на базе? Бэкнуться хочется, но... Хочется, но не может. Ты видишь Казикса, ты не видел давно Сайлоса. На самом деле, гига опасная. Ты не убьёшь Джина здесь, по-моему. Опа, Джин решил тебя не автоатаками добивать? Ноу. Ты не мог здесь выжить, я думаю. Те нет, ты мог здесь выжить, у него не было ботинок, если бы ты задолжил W, ты бы выжил. Это даже не было бы ворф. Тут как-то странно, вы должны были выигрывать этот файл. Трэш промажил хуком, слишком зассал. А тут самую комбук, QEQ дал, да? У тебя как раз кушка откатилась. Подожди, а где твоя W было? Если ты сдаёшь комбук QEQ, ты не сдаёшь QV первым. Потому что W это execute твой спелл. Ты должен сдавать либо E, потом 3 афты, W, Q, либо ты должен просто сдавать Q без W, E, потом Q, 3 афты E, потом 3 афты импавернутая Q. И тут ты... Я не уверен, попал-то E-шкой, нет? В любом случае убил. Но я думаю, я думаю, ты тут должен был сдать просто комбу, в ульту кинуть E-шку, туда сдать автоатаки и просто в Q сдать. Трэш бы сдох. Те не пришлось бы за ним флэшать. Просто кушка там с W была лишней вначале. Это очень сильно себя ограничил в демедже. У тебя есть ульта сразу? Ты немного запозданием кинул ульту, но все равно это сработало. Только чел какой-нибудь дашится в твоего тиммейта, сразу ему ульту вкидываешь просто в зубы и все. В роду. Поддержка с воздуха. Запросили поддержку с воздуха. Поддержка прилетела. Нужно от жука прикрыть, чтобы он с изоляцией не убил твоего пантеона. Он убил. Так, танцуем. Хорош. Теперь надо резетнуть. У тебя синдра... А нет, блядь, там же у тебя не синдра, мид лейнер. Ладно, тогда ты можешь допушить мид. Что-то подумал, у тебя синдра тут. Блядь, дракона тут бред забирать. Этот дракон тебе не в темп. Он не особо важен. Если Кейн его хочет забирать, пусть забирает соло. Тебе важно допушить эту пачку, запушить следующую, пока все мертвы. Сайлас на топе, ты спокойно тут забираешь эту пачку плюс следующую. Челы теряют где-то половину хп этого тавера за просто крипов. Ты реколешься. И все, и все, заебись. У тебя куча голды на базе, да? У тебя будет целый мифик с этого. А то, что ты сейчас делаешь дракона со своим ебучим лесником, я тебе расскажу, что произойдет. Пока ты делаешь дракона, все рисаются. Если ты после дракона идешь пушить мид, тебя просто приходят, убивают. Если ты идешь пушить мид и не умираешь, у тебя просто забирают тавер, потому что видишь, что ты один хп должен реколиться. А если ты забираешь просто дракона и реколишься, челы приходят, пушат этот тавер, ой, пушат все равно эти две пачки и забирают твой целый тавер. Просто за то, что ты не запушил ебаный медвейв. Вот что происходит, Если челы, а враги нормальные Чекай Подожди, где Джин? Джин еще мертв Чугат не сдает ТП Вот сейчас Чугат просто сдает ТП на мид Пушит эту пачку, блять Ну ладно, с Чугатом не так страшно Ты потеряешь пол хп тавера Но все равно ты теряешь пол хп тавера Почти полтора вейва За то, что помог леснику ебучему И ты уже должен стоять на миду Ты не должен стоять на 16 минуте на сайде Когда тебе снесли тавер Это должен делать твой сайдлейнер У тебя благо пантеон Тут смерти чисто из-за того, что ты играешь на сайде For no reason, как бы на миду У тебя было гораздо безопаснее Из-за того, что ты тогда не защитил тавер Плюс пошел на сайт У тебя проебан тир один тавер на миду Теперь ты не можешь вокруг него спокойно играть Вынужден стоять вот здесь, как шавка Сейчас ты просто шавка, блять, бесполезная Которая боится Если ты выйдешь из своей будки Которая у тебя вот здесь находится Тебе сразу просто отпиздят И загонят обратно Загонят обратно под шканарь Если бы у тебя была элитная будка Вот эта вот стояла То ты бы мог как Хорошая послушная адекерри собака Выходить достаточно далеко И быть в безопасности Буквально с одним вардом на сайде Посмотрите, он реально боится выйти отсюда Тут просто темная Темная территория Терра инкогнито, блять Из любого Из любого Отсюда летит хук Отсюда хук Отсюда хук Отсюда хук Летит отсюда хук Отсюда хук Просто кругом хуки в тебя хуи летят Куда бы ты ни зашел Ты не можешь прижаться ни к одной стене У тебя ноль вижена, блять Ни один тавер тебя не защищает Посмотрите Блин Это повезло, что один сайлос отсюда вышел Ну вот и всё Вот и всё, собственно Это за то, что ты продал свою будку Золотую Это просто расплата адекерри За продажу За продажу тир-один будки Этот тавер нахер не нужен Твоему мидлэн Твоему пантеону вообще поебать, будет у него на миду тавер или нет. Но тебе, когда ты встаешь на мид, вообще не поебать, я здесь тавер или нет, как эдекерри. Поэтому всегда думай, оставлять ли твоего мидера ответственным за такой ценный ресурс. И, кстати, вот этот печанский это то, что тебе нужно было вначале, но ты боялся туда зайти по понятным причинам. Тут мы уже почти закончили. То есть дальше идут просто тимфайты. Еще одно наказание за отсутствующую будку. Тут уже три раза ты был наказан. На миду правда делать нечего, ты пошел на топ-пачку. Тут дальше ты тоже выходить не имеешь. Тут уже и обратно на мид должен возвращаться, ставить около мида ворды. Собака без будки. Сайлос 22.3 Я буду удивлен, если вы выиграете. Сайлос 24 килла. На 24-й там Сайлос, если что, по киллу в минуту хуярит просто. Вы и выиграете вы выиграете Сайлоса с киллом в минуту темпом. Там походу СТ, он если что, со шляпой, у него сейчас 700 АП на 25-й минуте. Вас убили всех, пушат. И что дальше? Врагов еще и Тимкомп, если что, лучше вашего. Кроме АДКерри, наверное. Все реально, там все чемпионы лучше ваших, кроме АДКерри. АДКерри равные. Может быть, ты в лите даже чуть посильнее. Хотя не, в лите ты даже не сильнее Джина. Опа, вот и косарик приехал. Блядь, тебя все равно съели. Шеллбоу хуярнул. Шеллбоу тут не было ошибкой, кстати. На Витцент уж вошел четвертым. Витцент хороший айтем здесь. Надеюсь, что это Витцент, а не маф на самом деле. А, ну ты не можешь маф собрать, точно Витцент. И Шеллбоу запретил собирать говно. Там Чугад не справляется с управлением. Куда-то его заносит немножко. Сайлоса занесло. Сайлоса занесло. Там третий дракон с камбэк голдой. Кстати, вы полностью камбэкнули по голде, тупо... Тупо на шатдаунах, нихуя себе. У тебя уже 4 айтема с базы. Целый Витцент и Жоня куплено. Ты выбилду, ты сделал прям все идеально, если что. У тебя абсолютно идеальный билд получился. Не гридите за финиш. Поймали Сайлоса. И тут Фринашор, по идее. Бля, ну мне кажется, вы тут просто месите их 5 на 5. Я не знаю, почему игра еще продолжается 10 минут после этого. Но вы сейчас собираетесь 5 на 5 и просто месите Челла. Без шансов, не. Бля, вот флэш нельзя тратить. Никогда не трать. Я не знаю. Где-то с 20... С 20... С 20-й минуты запрети себе тратить флэш на убийство ебаного саппорта. На Адекерри так нельзя играть. Мы тебя съели. Тебя съели под Элдора? А нет, под дракона. Дракон не жалко. Бил потку. Бля, Адекерри без таймеров, это же реально как собака без будки. Как-то хуево спозиционировался. Ты не должен получать хук трэша. Даже при том, что у тебя есть ГА. Видишь трэша? Не подходи... Ну, типа, подходить к нему... А у тебя вообще самов нет, да? Это, кстати, расплата за то, что ты флэшнул в трэша до этого. И вообще, куда ты прёшь? Ты должен его макс рэнджа хуярить автоатаками и пытаться задоджить хук. Когда ты подошёл к нему в мили, ты уже не можешь нихуя задоджить. У тебя... Если бы у тебя тут был флэш, и ты хуярил его с макс рэнджа, когда он кидает хук, ты просто его флэшаешь. Если тот летит прямо в тебя, кидаешь ему ульту, он умирает. А так как бы... Это именно расплата. Именно расплата. По сути, за флэш вот здесь вот на трэша, если что. Моментальная очередная инстакарма. Опа. Здорово. Повезло, что флэш сейчас оказался на месте. А что ты в обратку-то не бил их? Там уже нечем тебя было убивать. Вообще, там сол встаёт, я не знаю. А, ты пошёл. Блядь, а у вас пантеон закончил. Что там, лоха пенексус был, или как он так закончил-то? Короче, самое важное из этой игры, помимо того, что ты проебался... В фриз пачке был гига важен. Это самое важное. Второе самое важное, это ты должен вставать на мид. Не для того, чтобы твой мидер встал на сайт, а для того, чтобы твой мидер не разъебал твою будку. Значит тебе просто негде будет жить, как и до керри псу. Будешь безбудочный пёс радашный на миду, и тебя будут все трахать, кому не лень. А если у тебя будет будка, то всё будет найс. Бездомный пёс будешь, тебя будет приходить Сайлос усыплять каждую минуту на миду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!